На всякий случай, кто такой Малюта Скуратов? Председательный оптичник. Кто-что? Начальник? Начальник оптичника. То, что называлось КГБ в то время, да? Вот, над оптичниками, совершенно верно. Так вот, что называется, господа, я его знал. Да, да, да. То есть задача. Приказом Малюты Скуратова один из экзаменационных вопросов для сотрудников секретных служб был строго засекречен. Ну, это на самом деле абсолютно разумно, потому что если секретная служба, то, конечно, зачислять на работу туда должны быть по секретным вопросам, да, нормально. Один из вопросов был строго засекречен. Поэтому сейчас содержание этого вопроса уже никому не известно. Но возможные ответы засекречены не были. Определите, какой ответ является правильным. Так вот, докладываю. Когда я пришел в отделение милиции получать паспорт, вот, кстати, интересно, сейчас мы там работаем или нет, то выяснилось, что начальник паспортного стола в моем отделении милиции это подполковник Малюта. Понятно, да? То есть вот приходишь в милицию, ну, сейчас полиция, естественно, называется, вот, а фамилия, тем не менее, сохранилась. Вот, милейший человек. Все полгода я в моем паспорт получал и получил. Так что все было замечательно. А то я, это, наверное, Малюта скуратов именно был. Много времени прошло. Нет, нет, родственник Малюты я, конечно, понятия не имею. Я уверен, что нет. Но, нет, ну, знаете, меня он интересовал именно как должностное лицо, а в его семье я не копался. Естественно. Это был просто начальник паспортного стола. А, наверное, может быть, сейчас у нас все еще работают. Итак, все от В до Е, это пункт А. Пункт В. Ни один из В Е. Пункт В. Все от А до Е. Пункт Г. Один из АВВ. Д. Ни один из АВВ. И, наконец, пункт Е. Ни один из АВВ. Повторяю. Ответы были такие. Пункт А. Все от В до Е. Пункт В. Ни один из В Е. Пункт В. Все от А до Е. Пункт Г. Один из АВВ. Пункт Д. Ни один из АГ. Е. Ни один из АДД. Так, ну и что у нас? Пожалуйста, смотри. Ответ Е правильный. Ни один из А. Нет, смотри. Это не честно. Что? То, что вы не рассказываете решение. То, что вы пытаетесь начать сразу с ответа. Мы не для этого собрались. Мы собрались не запоминать ответы на задаче. Нас интересует разбираться с ними, как их решать. Ну, надо... Мы знаем то, что ответ только один правильный. Почему? А кто его знает? Только их несколько. Неизвестно. Бывают такие хитрые тесты, в которых несколько правильных ответов. А еще лучше тесты, которые у меня одного правильного ответа. Сторожно. Предлагаю следующее. Как только вы видите какой-то пунктик, который точно не может быть правильным ответом, так вы мне скажите, я около этого пунктика поставлю меня. Альцарас? Да. А вот тут просят определить, какой ответ является. То есть в единственном числе мы сразу можем... То есть их несколько не может быть. Нет, нет, нет. А вдруг на самом деле нет. Да, пожалуйста. То есть если все от В до Е... Ну, а написано, что все от В до Е правильные. То есть во всяком случае А точно неправильные. Да, то значит А неправильные. А это противополучие. Салютно разумное выяснение. Стоп, Трибас. Умей слушать других людей. Действительно, если все от В до Е правильные, а А в это не входят, то А не может быть правильным ответом. Да, в минус. Ставлю сюда. Дальше. Дальше в бункте В написано, что все от А до Е правильные, а А уже неправильные. От В. Молодец. Все от А до Е не могут быть правильными, потому что А уже неправильные. Значит, это тоже ложь. Еще В, Г, Г, Г. Тогда Г туда не входит. А, Б, В, а Г туда не входит. Один из А, Б, В. А, ну да, Г туда не входит, действительно. Действительно, Г туда не входит. Хорошо. Еще можно? Да, Г, Г. Я... А, сейчас все. Дай, Г, Г. Перед тем, как говорить, надо по-другому. Можно еще... А, вот, не один из А до Г, значит, Е правильный, а он говорит, не один из А до Е. Если вы помните этот вид, это не значит, что нужно на нем наставить. Нет, я не наставил, я же говорю, Д. То есть Е правильный. Не один из А до Г, значит, Д и Е правильный. Я ничего не понимаю из того, что вы сейчас говорите. Да. Е неправильный, потому что один из А, З, Д, Д. Ну, он... Все эти ответы неправильные, а Е правильный. Чем плохо? Нет, может быть, Д. Ну, вот я не хочу сказать, почему Д неправильный. Он говорит, что ни один из А до Г, неправильный. Значит, Д и Е правильный. Нет, черт. Он говорит, что ни один из них неправильный. Ни один из ребят, которые сидят здесь, не победит чемпиона мира по шахтатам. Не победит. Но, если честно, эти не победят, эти не победят. Вот, но про это я не сказал. Вот ни один из тех, кто сидит на этой колонке, не выдержит матч с чемпионом мира. Почему я не знаю? Знаете? Вы, слушайте, это же как раз уважение к чему-то. А если бы они... Нет, это же хватит, они на самом деле, ребята, они еще держатся. И чемпион мира это действительно... Потому что В отпадает. Почему? А потому что... Смотрите, ни один из В по Е, а в Г говорится, что один из А, В и В. Значит, ни А, ни В и В. Предположим, что здесь плюс. Тогда ни один из... От В до Е. Да? Значит, да. Здесь везде минусы. Да. Хорошо. И что тогда? Смотрите, дальше. Там под Г один из А, В, значит, ни один из А, В, значит, В будет ложен. А, ну да. То есть Г, это будет правда, на самом деле, что один из А, В. А мы же знаем, что Г ложен. Да. Что, молодец. Давайте правильно сообразим, что действительно, в случае В, не годится. Так, теперь осталось последнее. Прошу. Получайте, что Д правильно, так как там правда А, А, Д, Г все ложные. Угу. А секунду, а если так, а если сюда поставить минус А, В, тогда что? Это наоборот правильно. То же подходит. Да. То же подходит. То же подходит. Итак, Е верен. Ни один из А, Д, Д. Ни один из А, Д, 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 Дальше, секунду, секунду, секунду. Давайте думать. Это правильно или нет? Да. Ни один от А, Д, 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 не верен. Хорошо. Ни один от А до Г. Они тоже не верят. То же, это тоже будет верно. Ни один А. И получится, что у нас все-таки Д тоже верят, понимаете? А если ты верят, то тебе что? Не верят. Не верят. Значит, на самом деле я должен все-таки поставить сюда плюс, сюда минус. И Матвей со своим ответом был бы как. Он все время кричал нам, что Е, Е, Е. А на самом деле Д. Спасибо.